Борис Сергеевич, ну вот вы говорите действительно очень много правильных вещей, но у меня складывается такое впечатление, что Путин это такое миллионоголовое чудовище, которое сидит в каждом муниципалитете, в каждой мэрии, префектуре. Может все-таки то, что нагадили в подъезде, это не Путин сделал, а конкретные люди, и все-таки вот та критика, которая исходит от вас, она должна адресоваться не президенту, а конкретным людям, которые вот конкретно, что называется, не решают эти вопросы граждане. Очень хорошо. А вот давайте разберем систему. Вот ту систему, которую построил Путин, при которой разница между зарплатой врача и главврачом составляет... Разве это Путин построил, а не министр здравоохранения? Составляет... О, хороший вопрос, спасибо за подсказку. От четырех до двухсот раз. Официальные цифры. И чуть поднимаемся повыше. А теперь смотрим. Вот на тех министров, которые создают эту систему. А их кто подбирает и кто назначает? Вы посмотрите на эту скворцу. И вспомните старых министров того же Чазова. Если она на голубом глазу сегодня, на голубом экране, с голубым глазом своим, она нам доказывает о том, что все аптеки обеспечены двухнедельным запасом лекарств. На случай гриппоза. В это время даже это телевидение, абсолютно регламентируемое Кремлем, каждый час показывает репортажи, что нет лекарств. У нас сидит министр здравоохранения. Она не сидит. Да, к сожалению. А ни один из них не сел. Вы обратите внимание, какой идет подбор кадров. А теперь... И что Путин должен знать всех? Министров? Министров? Нет. Кадры подбирать, это должен начальник кадров, службы кадров, управление делами президента по кадровой работе. Так, наверное. Ну, даже вот на моем уровне, на уровне отрасли, вам приносится так называемая объективка. Она занимает от полстранички до двухтретьей, странички не больше. Объективка. Где написано наверху, предлагается на такую-то должность. И вы это смотрите. Когда у вас возникает вопрос, вы заказываете более подробное дело. У нас не так много министров, чтобы уже еще он и этим не будет заниматься, но он не занимается. И для меня, например, большая загадка, когда, допустим, назначение известной мафиоски, скрынник, ну, давно проживающий за границей, разворовавшая сельское хозяйство, до этого разворовавшая агролизинг. И вот она представляется на должность министра сельского хозяйства. И вот Путину кладется бумага. Ну, он читает там все хорошо. Да, и начинается образование, медицинский институт. Доктор медицинской науки. Ну, хорошо, да? Доктор науки. Ну, этот доктор медицинской науки работал в медицине два года. Ну, доктор науки. Дальше агролизинг. Стоп. У нас же ведь идет скандальное дело по агролизингу. Мне же прокуратура доказывала, что там разворованы миллиарды. Но, тем не менее, он ее назначает. Да ладно, вот свежий пример работы с кадрами. Чтобы было понятно весь драматизм. У нас же есть контрольный орган, контролирующий орган. ФСБ, который занимается напрямую безопасностью государства. У нас есть генеральная прокуратура. И вот разразился скандал. Сыночки генерального прокурора создали преступный клан во главе с собой из прокуроров областей и краев. В том числе фигурирует убийство. Ну, это еще, конечно, не доказано. Это пока сказано только фильме. А не надо сегодня говорить, доказано или не доказано. Да вот и надо было. Что нужно было сделать сразу? Начать служебное расследование. И уже за это время сказать, что это ложь, не соответствует действительности. Люди, создавшие ложную информацию, предстанут перед судом. По таким-таким-то статьям. Клевета, подрыв государственной безопасности и так далее. Вместо этого что говорят? А вместо этого нам господин Чайка заявляет. Я знаю, чей это заказ. Ну, и заказ, естественно, Госдепартамента. А что, не может такого быть? А знаете мне то, что напоминает? Смотрите, у нас разразился скандал с допингом. Это политический заказ. Ни расследований, ни исследований, ни доказательств. Это политический заказ. С Чайкой. Это политический заказ. И у нас каждый раз сейчас получается, это политический заказ. Это, знаете, мне что напоминает? Причем конкретно, это Госдепартамента Соединенных Штатов за этим стоит. Это мне напоминает старый анекдот. Когда глава района звонит директору совхоза и говорит, Петрович, там к тебе американские журналисты могут заехать. Да были уже. Как были? Да были. И что видели? Да усе увидели. Как усе увидели? У тебя же там птичник, забитый дохлой птицей. Ты убрал? Да когда? Они это видели? Да видели. Слушай, а у тебя ведь селось на яме, там эти утонули быти. Ты их вытащил? Да не успел. Что, и это сняли? Да и это сняли. Ой, что же они теперь покажут? Да нехай клевещут. Один к одному. Что бы у нас ни произошло, у нас тут же говорят клевета. Без всяких доказательств. Ну, а до этого вспомните, когда о том, что Бортников, директор ФСБ, ну тогда первый заместитель директора ФСБ, участвует в схемах по выводу миллиардов долларов за рубеж. Незаконному выводу. Провели расследование? Нет. Закрыли газеты? Закрыли журнал? Нью Таймс, который написал, там нет. Вообще сделали вывод. Вид, что ничего не произошло. Вообще. В скорости после этого. И Путин назначил уже главой ФСБ. Так у нас получается что? Значит, против директора ФСБ выдвинутое обвинение в коррупции? В выводе? Ну, это могло быть в чистом виде спецоперации западных спецслужб. Докажите. Так докажите. Ну, не доказываешься на все обвинения. А не надо все. Они не соответствуют. Ключевые фигуры. Ключевые фигуры. Директор ФСБ, это ключевая фигура безопасности страны. А до этого вспомнил Рушайла, который сегодня сидит в Совете Безопасности. Это тоже опять в происке Госдепа. Тогда эту формулировку еще не нашли. Это сейчас сразу же говорят, это политический заказ. Тогда еще не нашли. Но две фигуры ключевые расследуйте, накажите, если это ложь. Или убирайте со сцены. Ну, а мы же пойдем сейчас... Последнее назначение... Кого у нас назначили в последний раз министром? Собака лает, караван идет. Кого назначили в последний раз министром? Ткачева. Ну, ведь все же уже к этому времени знали, что это крупнейшее преступное сообщество. Называется Ткачев во главе с Ткачевым. Материалов о его преступлениях, о воровстве, создании собственной агрообъединения. Одно из крупнейших сегодня в стране землицы набрал. Ну, вплоть до скандала парнишка, который, где этот Ткачев отстроил свою дачку на Черноморье и на заборе написал. Саша вор, земля общее достояние, он же получил два с половиной года. Реальный колоний. Не Васильева, который за миллиарды наворованного отпустили гулять по бутикам. Не Сердюкова, который вообще вывели из-под наказания. Мальчишка, только за надпись Саша вор. Ну, Саша действительно вор. Там же сотни тысяч гектаров собственности. Ну, значит, суд доказал, что... Никого суда. А, суд доказал, да, что... Клевета. Испортил забор. Нет, не, испортил забор. Испортил забор и так далее. Там бы не по клевете, там пошел испорченный забор, насчитали там, ну, забор-то там на сотни метров. Так вот, за человеком тянется хвост. Или, ребята, расследуйте и скажите, что это все наветы. Ну, это же документы. Ну, наверное, первые лица получают такой документ, что это все... Так и нет. Первые вообще... Вы нам скажите. Вы назначаете во главу министерства, крупнейшего ведущего министерства сельского хозяйства, человека, которого публично обвиняют в преступной схеме. Он же реально занимается поднятием сельского хозяйства. Мы видим, что сейчас цифры по сельскому хозяйству улучшаются. Вы мне напоминаете Штепселя Старопунько. Что вы видите эти цифры, которые где? На экране телевизора, да? И в бодрых отчетах Ткачева. Как хорошо. Вы что, в магазинах не бываете? Вы что, не понимаете, что сегодня потребительская корзина нашего народа съежилась до элементарного голода? Как прокормиться? Вы же уралицы у нас. Какая зарплата на Урале? 15-20 тысяч в месяц. У нас в Забайкале... Да. У нас в Забайкале и Стопник получает, это в Кочегарке, те же 12 тысяч. Проживите на них. Вот реально. А цены, цены, они мало чем отличаются от московских. ЖКХ даже выше в регионах, чем в Москве. Так на что люди живут? Нет. Они вымирают. Они в полной нищете. А мы в это время раздаем миллиарды, прощаем иностранным государствам. И у меня есть все основания, имея перед собой эти цифры, сказать, что у нас президент легкого поведения. Потому что он за деньги хочет купить к себе любовь и уважение других властителей. А с другой стороны, с другой стороны, мы в полной нищете, когда вынуждены уже констатировать рост смертности в стране. Допрыгались. Вот после этого, о чем мы говорим? О какой критике говорим? Мы только констатируем факты. Редактор субтитров А.Семкин